В Тверской области госавтоинспекторы говорят о всплеске статистики ДТП с пешеходами. Нередко они гибнут или получают травмы по своей вине. Сотрудники ГИБДД ежедневно выезжают в рейды на Тверские улицы. И в этот раз наша съемочная группа вошла в экипаж патруля. Зимой день короче, а пешеходы предпочитают темную одежду. Вот две самые распространенные причины, по которым люди попадают под колеса автомобилей. Из-за дождей и заморозков, которыми отличается нынешний январь, увеличивается тормозной путь автомобиля. В общем, даже природа выступает против пешеходов. Недаром по статистике ГИБДД количество наездов на них увеличивается из года в год именно в подобную осеннюю погоду. Основная проблема это то, что пешеходы не видны на проезжей части. Плюс они используют, ну в основном население использует темную одежду, да, и крайне редко используют световозвращающие элементы на одежде. Хотя правилами у нас прописано раздел 4, правило дорожного движения, обязанности пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде пешеходами при передвижении вне населенных пунктов в темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости. Практикой доказано, что применение светоотражающих элементов снижает риск наезда на пешеходов в 6,5 раз. Благодаря им водитель может увидеть пешехода заранее, когда ситуация еще не является критичной, и принять меры, чтобы избежать наезда. В темное время суток при ближнем свете фар увидеть человека без световозвращающих элементов возможно лишь за 30-50 метров. При наличии световозвращателей это расстояние увеличивается до 130 метров. Разница между пешеходами, которые используют световозвращающие элементы в одежде и которые носят в темную одежду, она кардинальна. Это даже показывает опыт, и много это уже освещалось в различных сериях передачах, что вот эти световозвращающие элементы для безопасности пешеходов играют практически ключевую роль. То есть они становятся заметными на дороге, и что позволяет водителю больше времени получить на реакцию несоответствующую. Наиболее частая причина аварии с участием пешеходов это переход дороги в неположенном месте. Именно таких нарушителей и отлавливают инспекторы ГИБДД, которые день за днем патрулируют улицы города. Говорят, людей, которые хотят быстро перебежать, много. Да и штраф в 500 рублей не такой серьезный. При этом отговорки у всех разные. Кто-то торопится, кто-то живет напротив, а переход в 100 метрах. Да, я понимаю, я действительно нарушила согласность с этим. Готовы понести соответствующие наказания. Что вас побудило не дождаться? Светофора не перейти? Да, да, да. Прямо прибудем в землю. Светоочистить не больно. А, свет? Да, я не вижу светофора, поэтому смотрю, транспорта нет и стараюсь не понимать. Ни больные конечности, ни светочувствительность не являются проблемой, говорят инспекторы. С больной ногой легче медленно перейти по переходу, чем бежать через проезжую часть. А для светочувствительных граждан лучший помощник – это другие пешеходы и машины, которые останавливаются на красный свет. Поэтому не находите отговорок, а просто берегите здоровье и не нарушайте ПДД.